АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Садитесь! Садитесь! Хорошо, что эта команда не в КГБ выключала. Так, а можно я с ним жду? Да! АПЛОДИСМЕНТЫ Сказал мне, наденьте пусто. Я рад. Помогу я, если? Спасибо. Дело в том, что тут приходится себя вести приличным. Толерантно, потому что здесь даже моя сестра, Галя. Здесь она или нет? А, очень хорошо! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Довольно Маяковский писал, ну хоть Пушкину делать замечание неловко, но нельзя, надо конечно в столбик писать, как я, потому что довольно стыдно мне предгордую полячку, получается, мысль-то какая, довольно стыдно мне предгордую полячку унижаться, но решено, наутро и так далее. Это он учил так, Пушкин. Я не понял, как мне быть после этого. Я понимаю, застрелюсь. Вообще, это тема, говорите, а застрелюсь, Мариночка, привет. Можно слово сказать? Слово предоставляете. Международный ворди. Это, знаете, дорогие друзья, на самом деле, я не могу сейчас сидеть в Гаваде. Значит, у меня сегодня очень хорошо день начался. Рано встал, сел в поезд, приехал. А дальше я оказался в Пушкинском доме на выставке Марины Азизян, вашей соотечественнице по этому пространству. Я имею в виду большое пространство. Не только пространство города, но и пространство искусства. В Пушкинском доме проходит выставка Марины Азизян, нашей свиней-подруги. Когда-то Марина приехала к нам с Франческой, между Франческой Ярусовой, просто для тех, кто не знает. Моя жена, она художник всех моих фильмов. То есть, если кто-то видел, допустим, «Ежика в тумане», вот ее рукой все, что там изображено, все сделано. И когда-то Марина Азизян позвонила и мне сказала, «Юра, я хотела бы посмотреть, чем вы занимаетесь с Франческой». Это было лет, наверное, 30 назад. «Я хочу тоже мультипликации». Я говорю, «Марина, вообще вы представляете, куда вы вообще-то?» «Вот». «Да, представляю», сказала Марина. Приехала, мы ей показали все декорации, все. Потом я Марину провожал в метро и всю дорогу пытался отвадить ее. Все, не надо сюда. Но потом время прошло, и Марина оказалась художником-постановщиком у Андрея Хожановского. Фильма, который был связан и с Шостаковичем, и с Гоголем, и с Мерхойдом, и все. Так вот, я к тому, что сегодня в городе Петербурге, если есть события, я понимаю, что события – это вот этот форум экономический. Но не он решает судьбу человека. Вот что он делает. Судьбу там, он не распальцован. Там совсем другое дело. Там деньги денег. По этой причине мы довольно с трудом, почти вовремя, приехали сюда и оказались в этом зале. Но там, в Пушкинском доме, выставка проходит. Это я просто всем говорю, чтобы вы посмотрели эту замечательную выставку. Абсолютно уникальное явление искусства. И потом, я вообще-то поделился, Марина, как много там, не надо не просить, как много там текстов связанных с Танино-Гуэрой. Ну, я думаю, что здесь просвещенный публикой, и не надо объяснять, что это такое. И когда здесь мы с Венианем Борисовичем объединились, к сожалению, не вокруг рюмки, вот что, плохо. Но объединились. Вот первый разговор, я говорю, Венин, я был на такой выставке. Эта выставка возвышает человека. Она ему говорит, ты человек. Только не будь, не оскотись. Вот что. Потому что оскотиться легко. А подняться это чрезвычайно тяжелое. А вот что замечательно можно сказать о Ленинграде, бывшем Санкт-Петербурге. Это был город, где существовал дворец культуры первой пятилетки. Это все звучит смешно. Дворец культуры первой пятилетки. В первых селетках вообще культура, ну, не важно. И тем не менее, это был в блаженной памяти дворец, где питерцы признали театр современник. Это был 57-й. А потом был 65-й. И таганка, в которую не верили в Москве, А о Любимове говорили, что это, ну, у него получилось. Вот Брехта, Брехта он родил, допустим. Вот это злость такая, эпатаж зала, вот эти зонки там, все. Простота уличная. Вот ему это удалось. Ну, чтобы театр, любимчик публики, киноартист, любимов, там, чтобы из него, чтобы... Короче, Кубанский казак. Кубанский казак. Это существует и сегодня. Вот первый шаг так и быть принимается. А дальше идет всякая фигня, там, клевета и прочее. И был 65-й год. И мы были очень сплоченной командой вокруг Любимова. И шли один за другим планы, которые означали свободу Любимова. Да, Юра? Свободу от всяких привычных или даже узаконенных, или даже, ну, контролируемых движений в искусстве. Например, в каждом театре должен быть Ленин. Знаете вы или нет? Кто по старшему знает. Обязательно. Принимали даже какого-нибудь актера. Говорят, ну, он не так себе, но он похож. Значит, пусть он будет отвечать за этот род оружия. Оружия. Любим пивнейшего род. Готовы рвануться в пики. Застыла кавалерия острот. Вот. Мы иногда будем к Майковску склоняться. Да, но я что хочу сказать. И Марина, и Саша. Валерий Золотухин только что, может быть, я ошибаюсь. Вот и надо, это были следующие гастроли, но это не важно. Мы с Высоцким и Золотухиным нагрянули ночью после спектакля к Марине Азизя. Да? С Терцкого. Ты описал это. Вот. Я хотел сказать, чем прекрасен город Ленин. Вот, собственно говоря. Да. И этот вот дворец первой пятилетки, он при всех мыслимых и немыслимых стандартах типа того, что москвичи, это вот, это алининградцы, это вот такие, вот это вот, понятно, все русские такие, все евреи такие, все французы. И вот эти чудесные обобщения, они не портят кровь дуракам, но, тем не менее, они существуют. Так вот, Питер, который дал жизнь двум лучшим тогда театрам, двум прорывам, и современнику, и Таганке. Ну вот, я, собственно говоря, хотел что-то другое сказать, но все равно, хорошо. Я, вот, я думаю, что у меня здесь будет текст, который я написал про Венианина Борисовича Смехова. Мне так жалко, что его нет, потому что, я думаю, что это хороший текст, всего там страничка, а почему его нет, я не понимаю, зачем я писал это. Вот так мудрец... Вот есть этот текст или нет? Кто он строится? Вот так мудрец мягко снимает смущение соседа по парте. Ну да. Потому что для меня, действительно, я начал с того, что Сальери и Моцер, и уже все поняли. Мне неловко, что наш любимый Алексей Закаренков и в его лице лучшее издательство Европы, Вита Ноу, нас вызвали вот на эту... Да, на этот диалог... На этот, сейчас говорим слово, дискурс... Индивидуальный диалог, у нас, так сказать, мы пытались определить роли, но это очень плохо получилось. И сейчас мы сидели в гайверке... Какой был диалог в гайверке, как говоришь, что во сне? Может быть, вообще-то говоря, здесь поставят камеру и в зал все это транслируют, а мы будем говорить. Это странная история, вот для этого нужно, действительно. Но мне очень жалко, что у меня нет текста, а я его не взял. По поводу Вениана Борисовича. Понимаете, что я делал, какая история? Сейчас Веня рассказывает картаганку. Она для меня точно такая же легенда, как и для всех вас. Потому что я там видел 5-6 спектаклей, но однажды мы разговаривали с Вене, я говорю, вот последний спектакль, классический, любимый, я видел, это «Дом на набережье». Он говорит, со мной? Я говорю, нет, с Золотухиным. Он говорит, понимаете, мне так жалко, что вы не видели со мной. Это два разных спектакля. Но это о чем говорит? Это бывает. Это театр не бывает. Валерий играл в этой потрясающей дрифоновской повести. Он играл с первых шагов осознанно. Сатирический играл. Сатирический. Вот какая сволочь, вот какие бывают люди. В моем случае я убедил любимого давать мне неположительную роль, а положительную играл Леоня Филатова, неизвестного. А я играл вот Батона, героя Глебова. Я объяснил, и Трифонов меня первым понял, и любимого убедить, что он и не плохой, и не хороший. А он жилец этой общаги, которая называется, мнимым словом, социалистическое государство. Он такой же, как и те, кто сзади. Если вы помните идею любимого Ибаровского художника. Это первый спектакль, который разрулил только художника. Мой друг Юра Визборр, видела, да? Да, конечно. Еще. Ну вот, Юра Визборр, премудрый, сказал, по-моему, этот спектакль поставил все-таки Боровский и любимую филу Помогану. Это такая была смелость, которая бывает только у художников. Вот так запереть сцену, чтобы ее не было, и чтобы актер, герой, играл на авансццени и ломился туда, как Валю он был из его прошлого, которое ему мстило оттуда. А зритель как будто бы мстит отсюда, потому что очевидно, что это отрицательный герой. И вот эта борьба со зрителем была мне очень дорога, потому что словами не выражалось то, что выражается подтекстом. И вообще главное слово хорошего театра в советское время – это театр подтекста. Со зрителем был сговор. Враг был один. Назывался он «Советская власть» или «София Власенко». Но тем не менее он был один. Остальные были как-то соединены, особенно те, кто любил ходить в театр, в кино, на выставки и прочее. Вот Давид Боровский запер, а я в течение всего спектакля изнывал от презрения к зрителю, который думает, что я предал своего профессора. А вы? Все время хотелось сказать, а вы чем занимаете? А вы? Вы же угодливые, такие же, как я, если вас начальство вызовет там. Неважно. Может, дело не в этом. Вы произнесли слово «ежик в тумане». Вы понимаете, да? Я сижу рядом с человеком, который в мировом, в мировом кинопроцессе назван автором двух фильмов, лучших фильмов всех времен и народов. Все. Уже нормально. Неважно. Неважно. И против деликатности поставил мою книжку, но она небольшая, 848 страниц. А его книга, гигантская, называется «Ежик в тумане». Вот цена зона. Я потом спросил, вот почему ежик, а не еж? Объясните. Это уже вопрос филолога. Мне однажды кто-то написал там записки «Еж в тумане». Я говорю, понимаете, вот я говорю, на экзаменах, когда комиссия заседает, там капиталиенты, на режиссерское отделение, и иногда задавался такой вопрос, допустим, там, Владислав, Влад, Славик, пожалуйста, по этим словам сделайте персонажа. Там Владислав Иванович, Владислав Епиходович какой-нибудь там. Ну, пожалуйста, будьте добры, каждый персонаж опишите. И это разные писали, это понятно. Поэтому ежик, ласкательная форма, еж, это что-то уже среднефинетически партийное такое. Это же понятно. Еж твою мать вообще. Кроме того, тут я должен, естественно, просто не то, что должен, а пястно сказать, что когда-то мне позвонил, значит, после первого фильма, «Лиса и Заяц», такой вот фильм, это было полтора поколения тому назад. Я думаю, что многие из вас, конечно, и не видели фильм. Но, в общем, в 74-м году, в январе месяце, раздался у меня звонок, и позвонил, значит, нет-то, я, здрасте, я Сергей Козлов, сказочник Сергей Козлов. Голос у него был такой, в общем, такой басовитый. Я подумал, неужели сказочник у них бас? Мне так казалось, что тема очень-нибудь, вообще-то сказочная. Я не знаю, какой голос был у Андерсона. Могут ли в антропологии, да, помните, да. Ну вот, и я говорю, да, я слушаю. Он говорит, знаете, я вот видел ваш фильм, мне так понравился фильм, «А можно я вам покажу свои сказки?» В общем-то, режиссеры, они, вообще, мы не избалованы, чтобы кто-то звонил и говорил, чтобы показать и все прочее. Да, действительно, пришел человек. Принес мне штук 40 сказок. Я их прочитал, понял, что человек талакивает. Но я бы ни одну из них не взял, если бы там не было сказки «Ежик-тумань». Она была маленькая, может быть, кто-то здесь в зале сидящий знает эту сказку. Там ничего не было из того, там была только фабуга. И лошадь, и как рыба спасает ежика, когда он едва-едва не утонул. Это все было. И написано, кстати говоря, первоклассно. А потом, и вот я говорю, вот, вот эту сказку. Кстати, он очень удивился, сказал, а может, дели, а может вот эту, и показанную сказку, я ее называю про ослика-самоубийцу. Называется она «Как ослик-шел-шел-шел». Кто-нибудь знает эту сказку? Ну, в общем-то, в результате была такая история, чтобы впоследствии, потом, через какое-то количество лет, эта сказка была издана во Франции. И учительский совет, а вот там, оказывается, тоже есть контроль, госконтроль. Так что не надо думать, что цензура это только. Кстати говоря, нормально, цензура имеет свои положительные свойства. И эту сказку забодали настолько, что книгу запретили прогадать. А там ослик у него лезет, слезает на елку и говорит, как он пишет, вся рассказывает, какая у него шуба. Ну, и потом он прыгает с елки, и дальше заканчивается фраза. И стал, сразу стал никто в ничьей шубе. Ну, что-то ослик-самоубийца. Я говорю, нет, я говорю, вот это, вот здесь, говорю, есть пространство. Вот, знаете, именно так я ему сказал, здесь есть пространство. А пространство почему? Почему? Потому что я полюбил, я не знаю, какого питьёра за это отношение с японской поэзией, с японским искусством, но лет мне было 16 на Октябрьской улице, которая должна быть вас знакома. Кстати, я вам должен сказать, вы знаете, вы, оказывается, разговарившие с Енией, вернее так, читая эту книгу, я только знал, что мы с ним хотели в один год пионеров, и в одни годы. Да, это был дом пионеров, который помещался, сейчас этот дом принадлежит уже уголку, не уголку, а Дуровскому, да, уголку Дуровскому, да. А тогда, вот в эти 55-е, 54-е, 55-е годы, это был дом пионеров. Потрясающее, это мое счастье, большие итальянские окна. Ну, Веня не поднимался на второй этаж, потому что их студия была на первом этаже. А я туда иногда протыривался тихо и смотрел их репетиции. Веня там тогда не видел, но видно было на совпадение. Но я когда определил для себя, отметил, а мне было тут 12 лет, но я запомнил, это был Поршуев, знаете, да, и Лаврова Таня. Это позже было. Это было Поршуев. Но я ее очень хорошо запомнил, потому что потом, когда появился... Леша Ибаженко был замечательный. Да, Ибаженко, но это же потом тоже отметился у Фоменко по полной... Самый близкий человек. Вот мы ходили в один дом пионера. Я тогда, когда это выяснилось, я говорю, Веня, а помните, какая там живопись висела перед входом в зал? Не помню. Я говорю, я могу напомниться. Ты, Марина, точно должна знать все двух художников. Это художник Греков. Студия Греков, который был ученик Руко, а Руко это знаменитый художник, который делал все эти классические панорамы, грандиозные, и севастопольскую, и бородинскую, и прочее. Он, в свою очередь, был ученик Греков. Так что, понимаете, какая... Вот такая история. Но я так удивился, когда я читал книгу, то, боже мой, так не бывает, но так бывает. Вот так, ну, вдруг... Вот мы договорились, что вы меня будете перебивать, если я буду долго говорить. Вот я вас и перебиваю. Значит, дорогой Юрий Борисович, я задал вопрос о ежике, имея в виду совершенно гениального человека. Франческо Яргуссо. Да, Франческо Яргуссо. Такие образы. Моя жена. Да. Камя, где ты есть по двороку? Нормально? Все это нормально. Хорошо, поехали. Нет, так что вы уклоняетесь-то? Значит, Натя, а почему... Почему ежик, а не еж? Потому что еж это другая форма. Это литературная форма вообще. Если бы я называл бы, понимаете, образовать от Франчески какой-то другой поп... Вот, наверное, от того, что Франчески ничего не... Она Франчески... Франечка. Исключительно аспектная форма. Вот, наверное, правильная форма, еще же... Но это же не похоже на ежике. Это же... Но я вам должен сказать, что... И это вот все тоже продолжение нашего разговора с Марией, который начался в незапамятные времена. Мы Марине показали, когда она пришла к нам, показали декорацию. Вот это вот так делается, вот это вот так делается. Марина, в общем, я так понял, что она тогда почесала это при себя и поняла, нет, это не мое. Кстати, Марина, я тебе должен сказать еще раз. Я сегодня смотрел выставку. Я еще раз говорю, что твои персонажи театральных костюмов, на самом деле, это не театральные костюмы, это целая постановка, грандиозная постановка событий жизни. Туда включены прежде всего персонажи сами, портретные персонажи, фантастические. Помнишь, я тебе сказал, ты можешь по ним писать портреты. Теперь, значит, по поводу ежика. Вот Веня спросил, почему ежик? Конечно, ежик. Не почему, а как Франческо должна была реализовать идею? Теперь, что это такое? Может быть, ну, понимаете, у нас сегодня нет возможности показать, потому что на самом деле у нас даже сняты какие-то рисунки Франческина, но у нас сегодня другой жанр. Поэтому у нас сегодня исключительно литературный жанр, поэтому литературу попробуем. У Франин не получался персонаж. До этого уже была сделана раскадровка. Что такое раскадровка? Ну, считайте, что это не совсем комикс. Это более точная форма. Это рисунок, это фильм в рисунках, в картинках, но где точно обозначено драматургическое действие. Эти раскадровки, на самом деле, делаются режиссером больше, в большей степени, чем художником. Дальше надо было сделать персонаж. Теперь вообразите такую драматическую ситуацию. У нас уже начался съемочный период, и остальные начали снимать. Я должен хоть еще назвать одного человека. Александр Борисович Жуковский. Это был, кстати, опять Борисович. Никуда не деться, а Борисович его. От них никуда не деться, а Борисович Затаялова. И я только Саша знал. У нас нет персонажа, а Женщина съемки начались. Так что вы понимаете ли, драматические ситуации. Еще несколько дней, и все. И все хочется. И биография хочется. И Франческина, и моя, и все. У Франии не получался. То есть она рисовала, я говорю, Фран, ты понимаешь, что я делаю? Он должен быть как знак. Вот как дорожный знак. Бал. И за одну двенадцатую секунду он должен обозначиться в глазу у зрителя. И что не рисовалось, все не в ту степень. В общем, могу вам сказать только одно. Режиссер это сукины дети, это сволочи. Потому что они требуют невозможности. Это правда. Слава Богу, хочется. Потому что Веня, он актер, но он еще знает, что такое режиссерское ремесло. И как актеров надо гнать. Я уж про любимого не говорю. Я здесь прочитал много чего. Кстати говоря, вы хотите прочитать, какой режиссер? Здесь очень подробно все накрыли. До дневниковых записей. И вот однажды мы с ней сидели, и все уже вот так. И я на нее наорал так. Чего я наорал? Но самое главное, что она взяла карандаш. Я даже не знаю почему. Она нарисовала, я говорю, Фран, вот он. Вы знаете, она не просто расплакалась. Она так разределась, что я понял, что я сволочник, конечно, первостатейный. Но вы понимаете, что вот это напряжение, оно вырастает, вырастает, вырастает. И оно должно туда подошло. Или в работу, или в полный прах. Но вот тут пошло в работу. И она написала, я говорю, вот он. Потом дальше Веня, ну вам это должно быть знакомо. Мы стали пересматривать воскадровку. Которую в... У меня есть книжка «Снег на траве». Там есть воскадровка и все такое. И рисунки франческие. Я говорю, Фран, почему не за это? Вот он, вот он, вот он. Почему мы это не увидели раньше? А вы знаете, к изображению прикрепляется зрение. Все ровно наоборот. Вот воображение диктует, а потом появляется изображение. И вдруг воображение говорит, так я же об этом удобно. Такая штука. И вот так же. А я сейчас скажу. Вот теперь еще знаменитая у меня история, которая в мультипликации уже стала просто притчей во языцах. Даже Саша Петров, знаменитый Саша Петров, вы его знаете все. Ярославский расторопный мужик, как сказал бы Николай Васильевников. Даже он, когда он мне показал материал, говорит, Саша, вы можете чуть унять свой темперамент? Вы рисуйте все, что можете, что хотите. А нужно, чтобы было то, что необходимо. Он говорит, я знаю, Евгений Борисович, вы и Франческий человек говорите, возьми карандаш в левую руку. А, кстати, однажды я одному художнику, который работал у нас на студии, замечательный художник. Я говорю, Наташа, слушай, ну можешь ты проще рисовать, грубей. Я говорю, ну ты очень. Ну возьми в левую руку. Она говорит, а я, говорит, знала, я как-то этой левой рукой нарисовала. Я говорю, к локтю привяжу карандаш. Понимаете, тут такая история, что простые ходы, но наполненные содержанием, это гораздо более сложная штука. И вот тут сидит Винеральный Горисович, это гораздо более сложная штука, чем сделать, вот когда феоритура, можно заполоскать мозги зрителям, как угодно. Но когда нужна точность, это вот точность уже Марселя Марсо, такой знаменитой. Это точность славы полной. Вот что такое. Вот, о, Прополонина замечательно. Вот по заповедям не сотворить себе кумира. И я признаюсь, вот в одном из самых моих любимых залов в жизни, в этом зале с какого-нибудь 78-го года, это была честь выступить нашим бартом, поэтом, ну и актером, кому повезет. Я выступал однажды, а там меня ждали, говорят, скорее заканчивают, Володя Васильев и Катя Максимова. Был такой их час. Это был самый лучший зал, много это знаете. Вот, и на чем я вас прервал? А, Полунин. Вот кумир Полунин, который... Было несколько случаев, в том числе в его книге, где мы с Юрой, с Юрой Ростом, да, вместе презентировали, или как это называется, его книгу «Слава Полунина». Он чудо, знаете почему? Однажды, увы, ушедший уже, значит, Сережа Бархин на юбилее Калина Гуэра, там в Италии, подошел к нам и сказал, что вот такая это сволочь в Москве, сейчас ехать в Москву опять с этой сволочью. И Слава Полунин возделал, у него очень свои коммунатные горе. А какие сволочи бывают? Сережа говорит, ну какие сволочи? Враги, да? А у тебя есть враги. Говорит, у нас у всех... А у тебя что ли нет? Полунин говорит, у меня нет. Говорит, как нет? Ну как это может быть? В общем, подзатянулся разговор, и Полунин убедил словами, что выбирать себе надо самому. И ты можешь жизнь так организовать, чтобы туда никак не проникли дурные люди, чужие люди. И для этого существует знаменитая фраза, которая обращена ко всем нам с вами. Собирай рядом только тех, кого хочешь обнять. Простой, как библейский текст. И еще, поскольку мы пережили с вами незаметно День защиты детей форума, да, то есть просто День защиты детей, вот, мы пережили. Это тоже Полунинское выражение, которое у него на его мельнице, там под Парижем, на его дорожке написано. Не взрослейте, это ловушка. Тема Юрия Нарштейна, это вот именно эта тема. И собирайте рядом только те, от кого хочешь обнять, и не взрослейте. Юрий Борисович, у вас был соблазн, но взрослейте? Юрий Борисович, у меня такие были синдромы, что я, наверное, идиюн. Потому что я все время чувствовал себя, ну, не старше определенного возраста. Но при этом, такие странные вещи, вообще-то говоря, бывают. Вообще, Тонино Борисович, он же называл, мы, говорит, уже были в России. Это он так говорил в детстве. Да, да, это все. Вот я сейчас с удовольствием слушал про Славу Пололина. Вы у него были там на мельнице? Да. Но вот есть счастливцы отдельные, кто был там на мельнице, под Парижем, у Славы. Я тоже был на мельнице. Это глава есть в книжке «Жить в гостях». Там он мог удержаться, и расписал целый день шестидесятилетия осещая. А еще, раз я перебил, скажу, мне кажется, я замечательно сочинил глагол. Осещай – это глагол повелительный. Осещай нас! Осещай нас от этих вот чудаков. И он ему рассказывал, Слава рассказывал, что там у него начались конфликты с местным пространством. И он говорит, я понимал, я же не смогу жить в этом пространстве, где есть конфликты. Я говорю, и что ты сделал? Ну, это все, пригласили к себе в гостях. Да. И с этого он человек – дружба. Он не стал противостоять этому. Наоборот, он же поблег свое пространство. Теперь там Слава, ну, я не знаю, если они его завтра изберут мэром, дальше он станет мэром Парижа. Нет, был большой грех артистов в городе Санкт-Петербурге, когда Слава, совершенно ему это было не нужно, как говорят, по жизни, когда он возглавил цирк и возродил чинезельный. Говорю так уверенно, потому что он меня пригласил сыграть этого чинезельный. Я действительно на него похож, что-то. По утрам. И вот это было возрождение цирка, а перед этим шли бесконечные оповещения мэрии, губернаторства и кто у нас там в ЦК или кто-нибудь еще, начальство, в Кремль, в форум, жалобы, что Полонин придумал цирк с квадратной арены, идиотизм они сочинили для того, чтобы его выгнали. А его вгонять не надо. Он пришел в гости в свой родной город, где было такое чудо, осещая и цирка мирового. Ладно, про это не будем, а вот второй мой кумир называется Петр Фоменко. И Петр Наумович, о котором можно специально и долго рассказывать, его команда, Фоменки, с маленькой буквы, Фоменки, как актеры, пригласили Юрия Борисовича Норштейна, это я Юра увидел на Википедии. Ну я не знаю, когда, но вы им отвечали на вопрос, а у Бога ли? И мне так понравилось ваше выражение, что это был птичий человек, у него нос был птичий. А я больше скажу, у него нос был и не украинский, и не русский. Вообще-то Боголь означает? Птица Боголь, да? Птица Боголь. Это для меня прямая параллель моему любимому стихотворению Иосифа Бронского. Пора мне встать. Тема... Алло. Тема... Тема города. Тема носа. Алло. Очень сильно. А, слышно? Юр, вот я хочу вам подарить мою страсть и пристрастие, мое и вашему пристрастие к этому стихотворению. Где, конечно, подтексты сильные. Подтексты об эмиграции, о перелете, о том, что очень много независимых людей, страдающих от насилия, чиновников там, ну, от насилия, на поле единственный выход из положения в перелете, в отлете. Вот насчет перелета и длинного носа. Октябрь, месяц грусти и простуд, а воробьи, пролетариат, пернаты, захватывают в брошенных пенатах створечники, створечники, как смольный институт, и воробьё, конечно, тут, как тут, когда вообще для птичьего ума понятия не страшнее, чем зима, куда сильнее страшится перелёта на сдлиноносый северный икар, и потому пронзительное «Карррррр» звучит для нас, как песня патриота. это ему было 22 года это было за 10 лет до его перелет фантастика конечно вот я когда слушаю о чем говорит Ленин Борисович и вспоминаю себя в это время странная штука значит по этическом плане во-первых я Инна Бродского узнал гораздо позже чем узнали это все но это пока не знаю чем это объяснить это не важно но при этом знаете снимая сцену в сказке сказок там такая была светлая сцена где ничего не происходило была панорама там я вообще по принципу в драматургическом живу так ничего не должно происходить но на самом деле там что-то происходит все равно и я вспоминаю мне одна моя знакомая вдруг подарила стихи бродские письма который я я сейчас боюсь что я кое-что забыл но когда осенью или даже в ноябре а я люблю плавать в холодной воде ледяной даже зимой окунаюсь в прорубь если я так однажды помню плыву по озеру и читаю с центра озера на берег а там мои знакомые я читаю скоро осень все изменится в округе смена красок этих трогательных поступок чем наряды перемена подруги с берега мне вот так говорят совсем одновременно но это действительно было так потому что стихи бродского так или иначе влияли на твой темпо ритм твоей работы я помню представляете себе я снимаю сцену я как мультипликатор а я должен сказать что это случай редкий все четыре фильма которые мной сделаны и пятый не закончили там везде один мультипликатор обычно вообще человек пять шесть но я был достаточно построходный мультипликатор и везде один на это мало кто обращает внимание но это действительно так а что такое съемка это значит вот перед тобой стеклянные ярусы на них персонажи лежат и там или нужно дорисовывать передвигать в общем одушевляет я читал у меня было два пальца а куджава это виноградная косточка и я все время про себя пел читать снимается цены сущийся шарлет и письма римского другу потому что понимаете это на самом деле есть может быть самая высокая философия самая простая но у нас простой философии не доверяют доверяют более сложные вещи но сложные понятные как сказано у поэта а на самом деле и я не очень часто вдруг среди там не знаю среди кого-то самого простого действия вспоминаю бродского приезжаю попьем вина закусим хлебом или сливами расскажешь неизвестия постелю тебе в саду по чистым небом и скажу как называется созвездие и вот это вот вот скажу как называется это ежик и медвежон и и вот это вот наверно вот это и есть я потом кстати говоря у где-то у Алёши Герман прочитал что он иногда там даёт задание начинается сцена снимается камень и он говорит я начинаю читать стихи про себя по стерману темпо ритм и вот в этот темпо ритм начинает укладывать да это удивительно а чем тут чем тут вот удивление сходятся две стихи одна темпо ритмическая а в общем судя по всему по всем интервью Алёша Германа он конечно сдал огромное количество поэзии но в основном это был по сторонам а вот а мне нужен был темпо ритм потому что понимаете в нашем деле творческая работа и результат по времени они не совпадают в том смысле что в кино вот ты снимаешь сцену вот перед тобой всё происходит и всё вот перед тобой здесь а мультипликация там это такая штука что ты должен затратить месяц времени ну в общем год работы грамот труды так по-моему да скажем изводишь единого слова ради тысячи тонн словесной воды это вот в этом смысле Маяковский говорил о мультипликации так что вот однажды вы были знаком с Мурцким? нет а у нас а у меня однажды была такая история я оказался в книжном магазине с двумя подругами одна греческая англичанка я так её называю Наташа Синесси другая Лейла Александер которую вы должны знать да а в книжный магазин мы зашли по почему я говорил одна из них писала работу о Тарковскому я говорю Наташа у Тарковского вот такие-то кадры такие-то они навеяны таким-то изображением таким-то вот есть такой художник Латур я тебе покажу сейчас у него кадры у Латур которые потом вошли кинокадрами в Тарковскому вот помните наверное в зеркале там сидит такая девочка с болячкой на бумерке и она держит у свечи руки и свет вот так вам залит вот этот между пальцами вот это пространство и мы оказались в книжном магазине и я увидел там вот такие фолианты стояли по искусству и вот в том числе и Латур художник светов и вдруг Лейла говорит Юра смотри броски стоят а он там стоял чуть листал книгу я говорю вот это на что мне Лейла сказал пойду с ним поздороваться я с ним знакомым а потом она мне говорит Юра а ты сегодня знакомый я говорю да нет когда где нет я должен вас познакомить я говорю Лейла это нехорошо потому что я то его стихи все таки худо-бедно знаю а он а он мои фильмы вообще ничего не знает но она все равно настояла мы познакомились и у меня сразу такой наглый шарм такой вот я говорю Иосиф понимаете я ваши стихи все таки кое-что знаю я говорю даже вот письма римскому другу говорю на то время я их знал все очень хорошо а он мне говорит да да у меня что-то в ритме получилось вообще оценка поэтов своего творчества это незаснимая штука вот я говорю ну вы же мои фильмы не видели он говорит да я так слышал я говорю ну да дьявол есть но его никто не видел и я говорю знаете и а мне очень интересно действительно это штука я говорю Иосиф скажите а вы как поэт имеющий дело со словом в общем это же говорит слово в большой степени летучий абстрактный знак а как вы относитесь к материальным формам вот допустим кино он говорит хороший вопрос вы знаете здесь вот кафе мы там взаимодействовали как у Высоцкого сказано не люблю когда прервали разговор вот когда разговор прерван все он подошел сел а разговор не получился и это я я до сих пор это даже снято на камеру у меня так есть видео да когда мы сидим за столиком и начался пустой разговор а как там в России а что там это я говорю а что в России я говорите кинотеатр превращается в мебельный магазин вот вам характеристику вот что происходит в России такая штука была но это вовсе не означает все равно поэзия это сполочнейшая штука органа существует и не взаимодействует вы знаете Юра от того что болезненно я относился к каким-то разговорам о том как Бродскому не нравится вот ну он выделял немножко белого Ахмадулину чуть-чуть Акуджаву вот мне казалось что это как-то все это свысока и несправедливо а потом я просто услышал реально у меня всяких слухов как Бродский говорил после смерти Высоцкого о том что никогда не было до и никогда не будет после вот этого сочетания такого юмора пропитки вот иронии самых глубоких вещей которые на свет выходят необыкновенно рифмованными сложные рифмы и рифмовка для Бродского с того самого случая когда он признался что от Бориса Слуцкого у него идет закипание любви к строчке и к дольнику выхода из обыкновенного метра ритмического и так далее вот что я думаю мы сейчас движемся смело к середине нашего разговора можно я тогда все-таки вернусь к своей основной профессии потому что вы умный вы великий вы это я просто клоун это правда но дело в том что нас и родни потому что ежик в тумане это же великая клоунады не ошибаюсь я не знаю я могу сказать вам право потому что нет по поводу клоунады я абсолютно не ошибаюсь потому что Саша Калягин в общем один из натуральных клоунгов страны хороших любимых сквозь ли слов на самом деле по поводу клоунады значит у меня как то очень хороший сценарист и замечательный поэт такой Володя Голованов спросил Юр а как ты оцениваешь сценарий я говорю по принципу мальтипликационный сценарий я говорю по принципу укладывается в балетную форму или в пантомимическую или клоунадную значит это то что надо то есть вот такую простую казалось бы форму ответ на сады не так просто потому что я помню когда я учился на курсах мультипликаторов нам показали упражнение Марселя Марселя Марсел и я упал просто это просто в тишине он показывал это снимали это непонятно вообще это снимали советские кинооператоры он просто показывал свои упражнения то есть все то что он показывал на сцене он показывал перед камерой случай уникальный абсолютно там у него там на приеме и допустим он идет по лестнице ну фантастические вещи я сидел и смотрел во все глаза это был когда 59-60-е годы с ума сойти но это по сию пору осталось во мне и потом когда что-то делаешь я все время так примеряю и чаплю конечно естественно где тот самый жест главный который все сделает вот в ежике в тумане в этом смысле там почти нет никакого движения там буквально жесты самые простые и элементарные но их найти надо их к ним надо прийти это вот такая штука а вот что касается клоунатности то размышляя о шинели в кинематографическом плане я вдруг подумал что Акакий Акакевич и Портной Петрович это и есть клоунатная пара один из них белый клоун другой рыжий рыжий конечно Петрович ну помните по поводу этого рыжего то есть портного Петровича с хозяйкой моего жена говорила особился сивухой черт кривоглаза черт кривоглаза что-то такое вот так она ему говорила то есть просто ну чтит это абсолютно клоунадная штука и я помню и речь шла именно о клоунатности потому что я тогда придумал сцену как эти два гайера на улице воруют покрой шинели то есть они внимательно наблюдают двое и Петрович его науськивает во вот это может вот это и они так ищут и для них уже нет похоже есть только ходящие жене и да и они и Петрович уже настолько обнаглел что уже хватает заполол там кого-то за шевель и вдруг обнаружен что здесь окажется человек идет и они вместе с Акакиевым куда-то там реванули вместе но все это находится под наблюдением чиновников который смотрит какого себе друга нашел тот самый Акаки так что насчет клоунады вы абсолютно правы это действительно так и есть на секунду просто отвлекусь на одном из этих форумов Слава Полунин собрал около 50 клоунов мира его любят и знают все не меньше чем мы с вами это был какой-нибудь двенадцатый год когда он объявил в Москве это было в Питере это было именно собрание клоунов на тему клоунады это был серьезнейший разговор и моя функция по просьбе осещая была развеселить стихами я придумал целую программу клоунатной поэзии но конечно это мое свое воле но долгое время занимаясь Маяковским и Николаем Эркманом я понимаю что мы все с вами встроены в клоунатное мышление я имею ввиду те из нас кто не расстается с детства о чем мы говорили выше и поэтому и по этому всему я прочитаю сейчас самого трагического поэта Николая Степановича Бумилева и его кломунадное натуральное Творение Наутрие памяти неверной я вспоминаю пестрый луг где царствовал высокомерный мной обожаемый индюк была в нем злоба и свобода был клюв его как пламя ал и за мои четыре года меня он остро презирал ни шоколад ни карамели ни ананасная вода меня утешить не умели в сознание моего стыда и вновь пришла беда большая и стыд и горе детских лет ты обожаемая злая мне гордо отвечаешь нет но все проходит в жизни зыбкой пройдет любовь пройдет тоска и вспомню я тебя с улыбкой как вспоминаю индюка это мало это мало Николай Алексеевич Некрасов обожаемый поэт два было переворота поэтических как мы знаем Пушкин все перевернул в русском языке к словесности и в поэзии а потом Николай Алексеевич Некрасов за которым вслед пошли Тютчев, Фед, потом Блок подробности в Википедии а в жизни, а в жизни Николай Алексеевич обращается к своей возлюбленной к товарищу Бакуниной где твое личико смуглое нынче смеется кому эх, одиночество круглое не посолю никому а ведь бывало охотно шла ты ко мне вечерком как мы с тобой беззаботно весело были вдвоем как выражала ты живо милые чувства свои помнишь тебе особливо нравились зубы мои как любовалась ты ими как целовала любя но и зубами моими не удержали тебя что og . children не ад